Пора проведем касательную и проведем касательную. После этого опустим перпендикуляры на R. Получились некоторые точки A, B, C, а здесь были точки касания K, M, E, точки, из которых проводили касательные L. Итак, пишу. K, L и L, M это касательные. Задача. Докажите, что B середина отрезка А, C. Выпускает K, L, M? Неизвестно. Когда к окружности вы проводите касательные, то есть такая теория. Касательные к окружности равны. Касательные к параболе вовсе не обязательно равны. А вот когда вы посмотрите проекцию на ось абсцесс, то обязательно будут равны отрезки. Но B может быть где угодно. Вне параболе только. L любая точка во внешней части. Изнутри к параболе касательную не проведешь. Один из простых способов решить эту задачу. Вот у нас есть прямая камень. Она касательная к параболе. Вот она касательная к параболе. Как любая прямая на плоскости, она задается каким-то уравнением. Каким уравнением задают прямые линии? y равняется сколько-то x плюс t. У меня в А, В, В, В уже есть. Пока нет. Отлично. Так вот. Сделаю такое преобразование. Каждую точку я отображу в новую точку. Объясняю, что это значит. Это значит, что в любой точке абсцесс не изменится. А из ординаты я вычтю такую причину. Ну вот, смотрите. Все точки, расположенные на вот этой прямой, они на самом деле перейдут в эти. Понимаете ли это, чего? Потому что y было вот такое, но ровно столько тычей. Вот эта прямая вся, а соответственно снизу они поднимутся по вертикали. Это такое забавное преобразование координат, в котором, что происходит? По вертикали не меняют. То есть, внести точки вертикально прямой, то он останется на той же вертикальной прямой. Но при этом, в некотором смысле, вот эта ось становится ухем. То есть, все вот эти точки, они переходят сюда. В частности, точка k перейдет куда? В точку а. Точка l перейдет куда? В точку b. Замечательно. Ребята, вот здесь вот у нас было касание. Значит, на новой картинке ситуация будет такая. Точка k, вот это вот эти, k штрих, это то же самое, что бывшая точка а. Дальше у нас точка b так и осталась, да? Точка b так и осталась. И на самом деле в нее перешла точка l. Прямо непонятно, почему я здесь написал k штрих и здесь l штрих. Давайте поменяем для симметричности. Итак, l штрих это то же самое, что b, да? И точка c, вот в нее перешла вот эта точка, а она у нас никак не обозначена, поэтому пусть так и будет цель. Замечательно. И при этом парабола касалась прямой в точке k, поэтому новая полученная парабола, кстати, я вам объясню, каким уравнением это новое остается, ax квадрат плюс b минус kx, понимаете, да? Плюс c минус d. Ну, это вообще тоже параболы, только один числ. Так вот, в точке k штрих касательная, и мы с вами получаем такую задачу. У нас здесь парабола, есть касательная, вот здесь вот, да, из некоторой точки. Она переходит вот в точку c при проекте c, здесь не 90 градусов, не 90 градусов, нет, здесь не 90, тогда здесь наклонная. Требуется доказать, что это середина. Ребята, я беспокойненько могу сдвинуть ось ордината сюда, вот эту вот прямую убрать, и сказать, что ось ординат теперь будет здесь проходить. И получаю знаменитую задачу о параболе. Давайте я ее покажу. Если есть парабола, заданная уравнением y равняется ax квадрат. Если в некоторой точке провели касательную, то вот эти отрезки равны ab равно c. То есть, да, есть парабола, заданная уравнением y равняется ax квадрат. К ней в некоторой точке провели касательную. Докажите, что она пересекла отрезок ac в середине. Вообще, догадаться до такого преобразования, то есть, понять это достаточно просто, догадаться самому очень тяжело. Про касательную сможешь сказать? Только учти, что такое производное, они не знают. И что? Поэтому им надо рассказывать как-то понятное. Производная – это угловой коэффициент касатель. Когда у вас есть любой график, то в любой точке, ну, и достаточно хороший график, то в любой точке можно провести касатель. У нее есть угол наклона к асепсис. А производная – это вот танкность этого самого угла наклона. Сейчас мы про это говорить не будем, поэтому не обращайте внимания. Сейчас не важно, что я сказал, важно решить задачу. Итак, повторяю, уравнение кривой у равняется ах квадрату. Нужно. А, то есть, надо провести к середине и доказать, что там нет точки пересечения. Абсолютно верно. А там нужно геометическое определение с тем, что равны. Тебе нужно написать уравнение прямой. Заодно объяснишь, как уравнение прямой пишут через две точки. Вперед. Обозначь ту самую абсциссу точки С, какой-нибудь другую, С маленькая. Пиши, С маленькая равняется 2b маленькая. Понятно, да? После этого пиши уравнение прямой, там точку касания обозначь как-нибудь. Я, может, и как-то такой будет. Ну, в общем, разберешься. Вперед. То есть, начнем с того, что возьмем середину. Обозначим эту точку B'. Да. Обозначим вернение прямой B'. Пусть точка С имеет координаты С0. Да. М какие имеют координаты? С и АС2. Ребята, пожалуйста, запишите в тетради. Это важно, вот, что это С. Научиться писать в координатах. Итак, координаты точки С, это С0. Ордината равна нулю, абсциссы равна С. С обозначим 2b маленькая, чтобы потом дробей не было. Это здесь координаты B0. Да, отлично. Прямая через две точки. Да, для этого надо найти угловой коэффициент. Угловой коэффициент понятно какой. Угловой коэффициент, надо разность ординат разделить на разность абсцисс. То есть здесь будет B маленькая, а здесь будет АС2. То есть на самом деле, пиши, пиши, АС2, то есть 4АВ2. Да, равняется 4АВ. Вот такой угловой коэффициент. Теперь вспоминаем, как в принципе записывается любая прямая. Да, на нас те было написано. Ну, 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 иди туда. В роли К выступает 4АВ. Пиши, пиши. у равняется 4АВ, только умножить не на х. А на сколько? Нам нужно, чтобы прямая проходила через точку B0. минус B, в скобках, х минус B. Так, господа, давайте проверять. Почему это правильное уравнение? Если вместо х подставишь B маленькая, будет 0. А нам так и надо. Если вместо х подставишь 2B маленькая, то есть точку С, то будет 4АВ2. А это и есть то самое АС2. То есть проходит через две нужные точки. Отлично. Дальше. Дальше. Напишем мнение параболы. Идем, но х подставим. Да. И узнаем, в скольких точках эта прямая пересекается с этой параболой. То есть так. Да, для этого надо решить систему. А х квадрат в 1? 4. Да. Так. Дальше. Ну, на надо сократить. И распределить скобки. Да. Да. Переносим другую часть. Влево. Х квадрат минус 4Bх плюс 4B квадрат равно 0. А дальше надо помнить формулу. Х минус 2B в квадрате. Пиши, пиши. Х минус 2B, все это в квадрате. Так вот, ребята, квадрат числа равен нулю, значит, само число равно нулю, то есть х это 2B. Единственное решение. Как раз та самая точка х равно 2B. Это была подготовка к тому, что, надеюсь, вам понравится гораздо больше. То есть, я сейчас рассказал вам некоторую идею, которую надо будет использовать при решении следующей задачи. Надеюсь, она вам действительно понравится. Уже есть две параметры. У равняется Ах квадрат плюс Бх плюс С. И У равняется Ах квадрат плюс Бх плюс гава. Ну, они как-то располагаются. И представьте себе, так случилось, что одна из этих параметры, вот так она выглядит, пересекается с другой в двух точках. Ну, я не знаю, может так, вот так может быть? Господа, вот это первая парабола, а вот это вторая парабола. Тогда возникают вот две точки пересечения. Есть касательная к параболам. Представьте себе, какие-то есть точки касания, цели. На самом деле, есть и касательные с другой стороны. Понятно или нет? Вот такая какая-то, бывает? Замечательно. Задача. Докажите, что если вы проведете прямую АВ, то здесь появятся точки середины отрезка. Точка М середина отрезка в СД. Ну и соответственно, М штрих это середина отрезка в СД. Так, повторяю, нарисовали две параболы, которые пересекаются в двух точках. Они как положено, заданы уравнениями какими-то. Мы не знаем, что про эффективность, какие-то уравнения. Пересеклись они в двух точках. И нарисовали общую касательную. Сделать это можно не единственным способом на моей картине, неважно. Важно, что возникли точки касания СД. Докажите, что прямая АВ пересекает отрезок СД к его середине. При аналогичном проявлении с прямой АВ... Каком аналогичном? В предыдущем значке. То есть надо написать уравнение прямой АВ и его вычесть. Правильно? Да. То есть прямая АВ задается каким-то уравнением. Игрик равняется там КХ плюс сколько-то. Правильно, да? Вычитаем. Точки А и В переходят на ось абсцисс. А штрих, В штрих. Все понимают идею, да? Да. Так. А во что превращаются параболы? В верхнюю параболу. Но уже проходящие через вот эти точки. Правильно? Так. Одна такая, а другая? Не, ну зачем? Ну как-то... Ну хорошо, ладно, давай так. Да, да, да. Вот какая-то такая, да. Да, 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 хорошо. Так. И вот теперь надо написать касательную. К ним. К ним обеим, да. Так. Только вот что. Давай-ка мы перенесем ось ординат. В середину? Да, в середину. Чтобы она проходила через середину отрезка А штрих, В штрих. Вот теперь мне очень интересно, как ты будешь проводить касательную. Откуда ты найдешь общую касательную к двум параболам? Нам нужно будет доказать, что... Да, да, да. Вот такая прямая. Да. Надо на самом деле на параболах, на одной и на другой отметить ветки и точки, что производные нахуй. Ну, вообще-то да. А что такое производная? Это тот самый угловой коэффициент, который был в прошлой задаче. Помните, там была такая штука 4b? А, ну... А, ну... Но, как сказать... Как это здесь реально писать-то? Вы знаете, как записывать что-то? Да. Вы знаете, записывать... Нам нужно так... Нужно решить задачу. Даны точки А штрих, В штрих и дана парабола, проходящая через них. Так? Да. Каким-то способом нужно написать всевозможные касательные. Да. Потом для другой параболы тоже напишем всевозможные касательные. Да. А потом напишем, что касательная, она и там встретилась, и здесь встретилась. Да. Отлично. У тебя есть целая доска чистая. Так, давайте. Для определённости... Потому что я могу гомотетию сделать, здесь будет единица, а? Здесь будет 1, там будет минус 1. И теперь вопрос. Как записывается произвольная парабола, проходящая через точки 1, минус 1? Так, ребята, все понимают? Мы просто сжали столько-то раз, ну, выбрали масштаб новый, чтобы точки А штрих и В штрих стали бы точки минус 1, 1. Это разумно? Отлично. Итак, как же записать любую квадратичную функцию, которая равна нулю в единице? Правильно. Совершенно верно. К умножить на х плюс 1. Это не значит, что это ремень и еда. Ну, не надо так громко. Просто х квадрат минус 1 равно нулю, когда х равняется единице или минус... Пиши, кх квадрат минус к равно, равно, равняется кх квадрат минус к. Отлично. Вот сейчас нам нужно найти всевозможные прямые, которые касаются этой параболы. А потом мы возьмем другую параболу и всевозможные прямые, которые ее касаются. Отлично. Берем какую-нибудь точку с какими-нибудь координатами. Давайте. Ну, х нехорошо, Коль. У нас х слишком много раз бывает. Давайте А. АА. Ну, Б маленький. А. Бог снимем, мы про них уже за... Надо через эту точку провести что? Провести касательную. Кстати, мы это в прошлой задаче уже научились делать. Надо что сделать? Надо взять горизонтальную касательную в вершине провести. Давай уже проводи касательную. Горизонтальную прямую, да. И через середину отрезка... Да, да, да. Через середину отрезка провести прямую. Ну, да. То есть, через точку с координатами А по полу. Да. Минус К. Да. И вон через Ту. И точку... И точку А, КА квадрат минус К. Вот через эти две точки нужно провести прямую. Ну, как это делать? Как это делать? Надо найти угловой коэффициент. Угловой коэффициент – это разность. Ординат разделить? Да. Да, отлично. Дели. То есть, это плюс, минус, минус К. Так и пиши. Минус, минус К. Так, ребята. Взяли разность координат, разделили на разность абсцисс. А минус А пополам. Пожалуйста, все запишите. Потому что меня сейчас, на самом деле, не волнует эта задача, а волнует метод координат. Нужно привыкнуть, в принципе, в координатах что-то писать. Да, равно. Да. КА квадрат делим на... Отлично. Угловой коэффициент нашли. Угловой коэффициент нашли. Теперь нужно писать, собственно, прямую. Если мы знаем ее угловой коэффициент и знаем, что она проходит через вон ту точку, А пополам и минус К. Пиши, пожалуйста. У равняется 2АКХ плюс какое-то число, там, не знаю, Т. Взвободный член. Плюс Т пиши. Так вот, надо, чтобы если вместо Х мы подставим А пополам, чтобы получилось число минус К. Подставляй А пополам, пиши. Минус К равно... А пополам, если подставим, что будет? А квадрат К плюс Т. Отлично. Так, значит, Т мы можем найти? Да. Замечательно. Коль, так, отойди, пожалуйста. Постой минуту, чтобы все успели все переписать. Задача написать уравнение прямой. Значит, сейчас. Любая невертикальная прямая пишется в виде угловой коэффициент умножить на Х и плюс какая-то постоянная. Это все знают? То, что прямая на плоскости, ну, кроме вертикальной, которая задает сравнение, там, Х равно, там, не знаю, чему-то, да? Все остальные прямые записываются в виде У это линейная функция от Х. У это сколько-то Х плюс сколько-то. Так? Дальше. Все должны знать, что угловой коэффициент получается так. Берете две точки на прямой, берете разность ординат и делите на разность абсцисс. Коль, еще раз покажи, где там разность ординат и разность абсцисс. Вот, там, где два карта. Смотрите. Вот, слава, делят, делят такой отрезок. Да. Да, вот такой. Абсолютно верно. Увидели? Да. Где ординат в основном вообще? Ординаты – это по вертикали. Абсцисс? По горизонтали. Да. Часть. Ну, вот, разность ординат разделит на разность абсццисс. Да. И вот это там, вот, справа написано. Ординаты у одной точки. Ка квадрат минус к. Ординаты – это вторая координата. Да. А у другой – это минус к. До уровня минус к проходит. Минус к, потому что, если уравнение параболы подставишь вместо х 0, то получится минус к. Кх квадрат минус к – это минус к, если х равно 0. Так. Итак, поняли, что угловой коэффициент? А после этого подбираем свободный член. Все? Все. Так, сейчас нужно все стереть, оставив, ну, не все, но так, большую часть. Оставив реально, только вот, правильное вычисление надо убрать, оставив ответ. Как же выглядит ответ? Да, вот, вместо t надо написать ответ. Минус а к квадрат минус к. Замечательно. Дальше вот это вот стираем. Да, да, стираем, стираем, стираем. Стираем, стираем, и все, и все, справа тоже стираем. Пиши вторую параболу. Y справа, не надо ее рисовать, хуже будет. Y равняется mx квадрат минус m. И там пишем, уже ничего не рисуем, там пишем такую же прямую. Y равняется 2bm, мы потому что не знаем в какой точке, 2bm минус bm квадрат минус m. Так вот, чтобы это была одна и та же касательная, нужна система. Вверху справа, пиши, пожалуйста. Да, 2а к равняется 2bm. А все понимают? Или нет? 2 прямые равны когда? Когда коэффициенты при х равны, и когда свободные члены равны. И минус а к квадрат минус к, минус а, ну хорошо, хорошо, можно с плюсом, да, уже. Минус а к квадрат минус к равняется минус bm квадрат минус m. Вот сейчас нужно понять, что из этой системы следует, что точки касания симметричны относительно точки пересечения с осью абсцисс. Теперь надо все-таки вспомнить, что там были за точки касания. То есть надо доказать, что у них ординаты оплыли. Правильно. Теперь вспомни, пожалуйста, что у них за ординаты. Ух ты, как интересно. А у нас же были формулы. У нас же были формулы для этих самых точек касания, ребята. Это было к квадрат минус к, разве нет? К квадрат минус к. Это была точка касания? Или не это? Меня интересует точка касания, как записывалась? Вот это та самая. Ка квадрат минус к. Замечательно. Итак, пиши дано, вон та система. Около системы напиши дано. Дано. И теперь напиши доказать. Доказать. Двоеточие. Вон та пиши. Ка квадрат минус к. Равно. Чему там? Мб квадрат минус b. Что делаешь? А, да, с минусом, да. М минус мб квадрат. Отлично. Теперь уравнение прямых надо уже убрать, потому что они нам уже не помогут. Они только место на доске занимают. И уже получилась просто задача по алгебре. Дана система уравнений. Из этой системы уравнений нужно вывести вот некоторое следствие. Ну. Только, Коль, на доске, пожалуйста, букву М получше напиши. В нижней строке. Да, да, быстрее. Спасибо, садись. Реши эту задачу по алгебре. Да или куда-нибудь другое решите. И получили задачу по алгебре. Дана система уравнений. То, что сейчас делаем, намного сложнее, чем решение задачи. То есть я знаю решение задачи во много раз более-борее. Я его рассказываю. Но сначала мы доделаем вот эти способы. Да. Потому что если начать сложный способы, надо доделать. К и М даны – это константы. К и М – это какие-то, да, произвольные числа. По ним как-то вычисляются числа А и Б. Не надо бояться таких вычислений. Только пока вы их делаете, вы учитесь алкогой. Слушайте, я нашел… Делал? Да. Как? Ну, минус 1 М – это Б. И минус 1 К – это А. Эй, то есть ты просто решил систему на самом деле, да? А как? Давайте… Ну, смотрите, А выражаем через Б, Б подставляем в нижнее уравнение. Получается… Лучше набрать Б через А и улучшить. Как разница? Все вперед. Выучим из школьной А. Смотрите, он произнес главную фразу. Выражаем… Да, даже не важно. Какую-нибудь букву через другую. Пожалуйста, запишите все. Если хотите чему-то научиться, все формулы с достичь, сейчас надо переписать. Итак, первое уравнение записываем в виде. АК равняется БМ. Ну, сходу и встречаем. Не-не-не, секунду. Значит, на самом деле, Б – это АК делить на М. И никакой системы. Вот никакой системы больше не будет, ребята. Убери знак системы. В том-то и идея, что мы выразили одну букву, выразили одну букву, и в результате у нас осталось только одно уравнение. Теперь подставляем в нижнее. Переписываем второе данное уравнение, чтобы не было буквы Б. Итак, АК квадрат… Почему минус, плюс? Я подставил, что… А, вместо Б подставил АК делить на М. Хорошо. И плюс М. Хорошо. Дальше что делаем? М квадрат и М сократилось. Дальше. А умножить на К квадрат минус КМ – это М минус К. Правда? Да. И теперь делим на М минус К. Это можно, потому что М не равно К у нас. Отлично. АК равно… И здесь минус 1 получается. Да, конечно. Значит, А – это минус 1 К. Логично, Б – это минус 1 М. Все правильно. Б равняется минус 1 М. И вот теперь надо это подставить в наш… Давайте подставляем. К умножить на минус 1 КТ в квадрате минус К, да, равняется М минус М минус А. А, ну да, все. Отлично. Это 0. 0 равен 0, да. Отлично. Спасибо. Первым способом мы задачу решили. Ребят, обратите внимание, какое было упрощение для того, чтобы получилось такое решение. Мы из всех ординат вычли любую вот такую, вычли линейную функцию, которая задает вот эту вот прямую дань. Так вот, друзья, у нас гораздо легче, если бы мы вычли вот эту. На самом деле я-то надеюсь, что вы это сделаете. Рассказываю, что тогда получится. Прямая ЦД, тогда превратится в касательную. И у нас наши две параболы перейдут к параболе, у которых общая горизонтальная касательная. То есть картинка получится вот такая. Вот это одна парабола, а вот это какая-то другая. Идею поняли? Это бывшие точки пересечения, они как-то пересчитались, но они, собственно говоря, перешли в точки пересечения. А вот это точки касания, они тоже как-то пересчитались. Ребята, достаточно решить задачу вот для такой картинки. Теперь, что мы естественно сделаем? Напишем просто-напросто правнение любой параболы, которое касается... Вообще, как писать правнение параболы, у которой есть, что сказать, кратный корень? Которое касается асябсис. Очень просто. Вот если вот эта некоторая точка D маленькая, то x-d в квадрате, ну, разумеется, с каким-то коэффициентом. А умножить на x-d в квадрате. Согласны? Здесь была какая-то абсцисса c. Значит, вот у этой параболы уравнение такое, какой-то коэффициент альфа умножить на x-c в квадрате. Давайте для тех, кто не очень понимает, я объясню. Вот когда у вас есть прямая горизонтальная касательная и в начале координат коса, то уравнение пишется y равняется x-квадрат, при том, с каким-то коэффициентом. Если вы сдвигаете, то, соответственно, возникает не x, а вот x-к. Замечательно. Замечательно. Уравнение параболы написали, одна такая, другая такая. А вот теперь интереснейший вопрос. А как написать уравнение вот этой книгой? Вот очень интересно. Сможете? Только не надо долго-долго мучиться, то есть не надо решать систему, выходить эти точки, потом через эти точки проводить прямую, надо сразу написать уравнение прямой h-в-ш-ник. Уравнение параболы вы знаете, уравнение другой параболы вы знаете. Как написать уравнение прямой h-в-ш-ник? Приравнять. Приравнять получится квадратное уравнение. А зачем у вас же там в виде квадрата и просто сказать, что корни отличаются? Что x-c это плюс-минус x-d умножить на некто корень. Не понимаю. Некто констант. Не понимаю. В общем-то, это очень полезная задача. Как писать уравнение прямой, проходящее через две точки пересечения параболы? Кстати, уравнение прямой, это уравнение какой степени? Первый. Первый. То есть, ребята, на самом деле задача звучит так. Как написать уравнение первой степени, которая является следствием двух уравнений второй степени? Вам дана одна парабола. y равняется a умножить на x-d в квадрате. А вам нужна прямая, то есть вам нужно уравнение первой степени. Как суметь из двух квадратных функций, суметь получить из двух квадратных уравнение первой степени? Между прочим, в элементарной геометрии есть такое понятие радикальная ось двух окружностей. Там примерно то же самое делали. Когда у вас написано уравнение одной окружности, уравнение второй окружности, как делать уравнение их радикальной оси? Там ровно такой же прием. Сейчас я про это не буду. Сейчас давайте для парабола поймем. Вот это называется алгоритм. Не когда вы делаете одни и те же примеры по 10 раз, да? Алгоритм — это вот такое рода рассуждение о формах. Это хорошая задача по алгоритму, поэтому я сегодня сегодня выбрал. Она хорошая. Что-то надо взять разность двух парабол? Будет квадрат. Надо, чтобы крефцент 3x квадрат вставлять в муру. А мне не надо? Нет, все легко. Вот. Все новое число опасно. Как из двух написанных форм, вот одна написана а умножить на x-d в квадрате, другая написана а умножить на x-c в квадрате. Как из этих двух штук получить линейную функцию? Ну, первую умножить на а, вторую на а и взять разность. Вот. Вот она идея. Ребята, давайте запишем. Хотя это и смешно, а писать это надо. Пишите, пожалуйста, это замечание в сторону. А умножить на 0 минус а умножить на 0. Великая форму. Не понятно? 0 минус а умножить на 0. Что я? 0 минус а умножить на 0. Понятно или непонятно? Да. Теперь смотрим вот сюда. Теперь смотрим сюда, думаем, как бы это все применить. А вот как. Надо взять вот это уравнение в уши на А. Вот я шутил. Это, что называется, не надо. Нет, ну чего это надо? Да ладно. Да не понимаю, это без нас. А вот взять и на А умножить эту штуку. Ай это А альфа х минус с в квадрате. Согласны? Или нет? Ну да. Ну да. Замечательно. А вот альфа у это что? Это А альфа умножить на х минус с в квадрате. Обратите внимание, что задает верхнее уравнение? Оно задает вот эту параллель. Что задает второе уравнение? Оно задает вторую параллель. А значит, что будет в этой точке? Да в этой точке выполняются оба равенства. Согласны? Да. То есть на самом деле система. А если система, то что можно сделать? Уравнение. Ну ты же приравняешь. А и уравнение. А вычесть можно. Не понимаете? А. Из верхнего уравнения что? Вычесть нижнее. В. А минус альфа умножить на у. Интересно, что это такое? Это А альфа умножить на х квадрат минус 2хс плюс с квадрат. Минус а альфа х квадрат минус 2хс плюс д квадрат. Ребята, очень важно понимать, что когда мы будем вычитать вот эти х квадраты, естественно, то что здесь а альфа, а здесь минус а альфа, и получится сколько-то там х плюс сколько-то. Мне даже не так важно сказать. Чтобы получить линейное уравнение, можно было сделать очень просто. Домножить одну параболу на А по обе части уравнения, у другой на альфа обе части, и вычистить. Я, давайте уже для очистки совести, напишу это уравнение явным образом. Явным образом оно выглядит так. Плюс с квадрат минус д квадрат делить на а минус альфа умножить на а альфа. Но, если честно, это совершенно неинтересно. Абсолютно неинтересно. Какие-то там рефициенты уравнения первой степени. Намного интереснее другое. Когда у меня есть это уравнение. Что значит доказать, что прямая а-штрих, б-штрих, пересекает отрезок с альфа в середине? С плюс д корень пополам. Вот эта точка нужно доказать, что это с плюс д пополам, да. Как это сделать? Подставить. Подставить что? С плюс д пополам. Сюда? Да. Подставить сюда с плюс д пополам вместо что? Вместо икса. Вместо икса. И убедиться, что получается ноль. Между прочим, да. Между прочим, да. Если бы я был компьютером, я бы так и сделал. Разделить на а-альфа. Умножить на а-альфа. На с плюс д пополам. Плюс с квадрат минус д квадрат. Делить на а-альфа. Умножить на а-альфа. Двойки сократились. Д минус с и с плюс д дало. Д квадрат минус с квадрат. Ноль получился. Поморгала лавочками. Сказала, что получился ноль. Все хорошо. Точка с координатами с плюс д пополам ноль. Лежит на ноль. Я не коплю. Поэтому, на самом деле, я не хочу говорить вам, что вот так надо было решать задачу. Потому что у задачи есть гораздо более понятное объяснение. Ребята, никакие скомки здесь раскрывать не надо будет. Вот у вас есть вот эта формула. Без всякого раскрытия скобок. Давайте я сейчас затем верну назад. Здесь будет x минус c в квадрате, да. А здесь будет x минус d в квадрате. И давайте подумаем. Когда нас интересует пересечение с осью, которое удовлетворяет какому уравнению? А альфа поделили, получили, что x минус c в квадрате минус x минус d в квадрате. Другими словами, x минус d в квадрате равняется x минус c в квадрате. То есть, модуль x минус d это модуль x минус c. Ребята, картинка прямой точка равна удаленной от c в квадрате. Середине. Середине. Все. Решили. Вот заметьте, то, что мы сейчас сделаем, пожалуйста, перепишите все модулы. Называется метод кардинатов. Почему? Он абсолютно принципиально важен. Придуманный Декартом в середине 17 века, этот метод, что называется, связывает геометрию и аллит. То есть, я решал задачу про параболы, но при этом, на самом деле, я писал формулы. Я писал формулы, но при этом я понимал, что когда я пишу линейную, я задаю прямую. Когда я задаю квадратичную функцию, я рисую параболу. Когда вы применяете метод кардинатов, то вы фактически попеременно пользуетесь аллитной геометрией. И это очень важно.